Сотрудниками ОМВД России по московскому району города Калининграда совместно с сотрудниками Росгвардии задержан ранее судимый 47-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Днем 24 мая нетрезвый мужчина зашел в мини-маркет, расположенный на улице Понарской. Размахивая строителем ножом и угрожая продавцу физической расправой, злоумышленник заставил женщину открыть кассу, откуда забрал чуть более 7 тысяч рублей, после чего покинул помещение. В этот момент один из покупателей, житель Швеции, погнался за налетчиком. На соседней улице ему удалось задержать вооруженного мужчину при помощи еще одного неравнодушного прохожего. Вместе они удерживали подозреваемого до прибытия стражи порядка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». То есть вор, да? Да. Вот сегодня конкретно какие выступления сделать? Ну всякие, блин, там, там, там наделал, блин, я даже уже и не помню. Ну вот в магазине, допустим, в магазин. В магазин зашел, да. Кассу открыла, блин, она мне не давала денег, я сам собрал оттуда. После кассы, значит, забрали деньги с кассы, а потом что? Все, выбежал. За мной пошли какие-то люди и вызвали милицию. Доход у вас откуда? А, дохода нет вообще никакого. Где-то что-то подсяду, где-то что-то поем, где-то что-то выпью, где-то что-то на улице посплю. Место регистрации есть какое-то конкретное? Нет, никакое. То есть без места жительства, да? Да. Супруг зашел в магазин и увидел ситуацию, что кассир стоит растерянная, и мужчина забирает просто пачками и гребет деньги, и он решил как-то задержать злоумышленника, потому что кассира спросил, нужна ли помощь, но та растерялась. Мой супруг хотел его остановить, преследовал до стройки, по пути встретил молодого человека, которого попросил перевести на русский язык, так как он еще пока не говорит по-русски, но он учит то, что хочет. Получить гражданство, вид на жительство есть уже, и они его преследовали до стройки, на стройке удалось задержать. Очень большое спасибо за оперативно-быструю работу правоохранительных органов. Муж тоже гражданин Швеции, ему нравится наша цивилизованная цена, как он говорит, со мнением со Швецией. Очень благодарен быстрой работе сотрудников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова